Дважды краснознамённому Балтийскому флоту 300 лет. Несмотря на возраст, это флот молодой современный. Ракетные, десантные, противолодочные корабли и авиация, вооружённые современными системами, в состоянии решать боевые задачи не только в ближней морской зоне, но и в дальних районах Мирового океана. Рассказ об этом в фильме «Оружие». Самым известным в составе Балтийского флота является сторожевой корабль «Неустрашимый». По старой флотской традиции его назвали в честь первого эсминца, построенного в СССР после Великой Отечественной войны. «Неустрашимый». Сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб». Водоизмещение 4350 тонн. Скорость 30 узлов. Силовая установка газотурбинная общей мощностью 57 тысяч лошадиных сил. Экипаж 210 человек. «Неустрашимый» — это многоцелевой корабль типа «Фрегат», основная задача которого — обеспечение противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны оперативного соединения кораблей от надводных сил и подводных лодок противника. Он оснащён уникальным вооружением. Ракетными комплексами противолодочного и зенитного оружия, универсальной 100-миллиметровой артиллерийской установкой, торпедными аппаратами и реактивными бомбомётными установками. Может нести на борту вертолёт Ка-27 корабельного базирования. Главной задачей для винтокрылой машины является поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок противника. Также вертолёт можно использовать при поисково-спасательных операциях, эвакуации раненых и перевозке срочных грузов. «Неустрашимый» хорошо известен кинематографистам и любителям кино. Его можно увидеть в полнометражных художественных фильмах «Зависть богов», «Параграф 78», «Особенности национальной рыбалки». «Капитан 3-го ранга» «Кто это? Что с нами будет?» «Кажется, ракеты пошли». «Говорит командующий. Отличная работа, товарищ капитан 3-го ранга». «Нет, я не ошибся. Именно капитан 3-го ранга». «Вот так. Учитесь, товарищи. Две ракеты, две цели». Защита побережья Калининградской области обеспечивается кораблями Балтийского флота, комплексами береговой артиллерии, а также отдельными ракетными частями береговых войск. На их вооружении находятся мощные противокорабельные ракетные комплексы типа «Редут», «Рубеж» и «Утес». Они способны контролировать значительную площадь акватории Балтийского моря и эффективно бороться с надводными кораблями противника в глубине оперативно-тактической зоны флота. Береговые мобильные комплексы «Редут» и «Утес» имеют на вооружении противокорабельные ракеты П-35, которыми также оснащены ракетные крейсеры и атомные подводные лодки. П-35 – противокорабельная крылатая ракета. Длина – 10 метров. Размах крыла – 2,5 метра. Стартовая масса – 4,5 тонны. Боевая часть – кумулятивно-фугасная или ядерная. Масса боевой части – 1000 килограммов. Система наведения – активная радиолокационная. Скорость полета – 1600 километров в час. Высота полета – от 100 метров до 7,5 километров. Дальность стрельбы – 400 километров. Переменная высота полета, высокая скорость и малая радиолокационная заметность делают ракету П-35 практически неуязвимой для комплексов противовоздушной обороны кораблей противника. Мощная боевая часть позволяет одним залпом уничтожить боевой корабль любого класса. Опыт Второй мировой войны и локальных вооруженных конфликтов 20 века показал, что введение боевых действий на море невозможно без эффективной авиационной поддержки. Сегодня морская авиация является одним из ударных родов сил военно-морского флота. В настоящее время на вооружении авиации Балтийского флота находятся истребители Су-27 различных модификаций, фронтовые бомбардировщики Су-24, разведывательные, противолодочные и военно-транспортные самолеты, ударные вертолеты Ми-24 и К-27. Особое место среди самолетов морской авиации Балтфлота занимает Су-24. Он был принят на вооружение в 1975 году, затем несколько раз модифицировался. Сегодня Су-24 несут службу в составе отдельного морского штурмового авиационного полка. Изначально Су-24 конструировался в качестве штурмовика и бомбардировщика. Крыло изменяемой стреловидности позволяет ему действовать на всех высотах и при любых метеоусловиях. Су-24. Фронтовой бомбардировщик. Длина 24,5 метра. Размах крыльев 17,6 метра. Максимальная взлетная масса 39,7 тонны. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя с суммарной тягой 22 тонны. Практический потолок 11 тысяч метров. Максимальная скорость 1700 километров в час. Экипаж 2 человека. В конце 80-х годов появилась новая модификация машины Су-24МР. Тактический разведчик. Главной нагрузкой самолета, на борту которого нет ударного вооружения, стал базовый комплекс разведки БКР-1. Он имеет средства инфракрасной, радиолокационной, телевизионной, лазерной, общей радиотехнической и радиационной разведки. Также комплекс БКР-1 способен обнаруживать объекты, созданные по технологии стелс. И не только воздушные. Сегодня в боевой состав флотов нескольких стран мира входят корабли-невидимки. Технология стелс применяется для снижения радиолокационной, оптической, инфракрасной и акустической заметности различной боевой техники. В США по этой технологии строятся эскадренные миноносцы типа «Арлиберг». В Швеции – корветы типа «Висбилл». В России – многоцелевые корветы проекта «2380». Головной корабль серии «Стерегущий» несет боевую службу в составе соединения надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. Су-24МР обеспечивает всепогодную комплексную воздушную разведку в реальном масштабе времени днем и ночью на глубину до 400 километров. Машина не имеет аналогов среди зарубежных фронтовых разведчиков по комплексности получаемой информации. Например, основной самолет тактической разведывательной авиации ВВС США не оснащен средствами лазерной и радиационной разведки. На Су-24МР собранная фотоинформация обрабатывается прямо на борту и может передаваться на землю при помощи специальных устройств. Остальные разведданные оперативно передаются по радиоканалам. Для повышения боевого радиуса действия Су-24МР оснащен системой дозаправки в воздухе. Имеется на его борту и оружие самообороны. Под крылом разведчика подвешиваются две управляемые ракеты ближнего боя. В 1995 году была создана Единая система противовоздушной обороны Калининградской области и Балтийского флота. В нее вошли все силы и средства борьбы с воздушным противником. В том числе зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские части и подразделения береговых войск, отдельные зенитно-ракетные бригады и радиотехнические части, истребительная авиация, а также комплексы противовоздушной обороны боевых кораблей. Основу противовоздушной обороны флота и области составляют зенитно-ракетные системы С-300 различных модификаций. Они способны эффективно бороться с любыми современными и перспективными средствами воздушного нападения противника, в том числе самолетами и крылатыми ракетами, созданными по технологии «Стелс». С-300 Мобильная зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. Масса боевой части 100-140 килограммов. Дальность поражения целей от 5 до 150 километров. Высота поражения целей от 25 метров до 27 километров. Максимальная скорость поражаемых целей – 3000 метров в секунду. Время развертывания – 5 минут. В 2000 году на дважды краснознаменном Балтийском флоте было завершено создание принципиально новой, не имеющей аналогов по своим возможностям и техническому оснащению, системы управления силами противовоздушной обороны. Боеготовность системы обеспечивают радиотехнические войска флота. На всех учениях и маневрах боевые расчеты получают самые высокие оценки. Радиотехническая часть ВСПО Балтийского флота имеет задачи введения непрерывной локационной разведки воздушных объектов, внесения боевого дежурства. Задачами боевого дежурства является также обеспечение локационной информацией командные пункты, высшестоящие в частях соединений, выдача на эту информацию как разведку, так и боевую. Средства вооруженной борьбы, которыми сегодня обладает дважды краснознаменный Балтийский флот, позволяют обеспечить надежную защиту от любой потенциальной угрозы, исходящей со стороны моря, суши и воздуха. Вторая мировая война на море ознаменовала закат эры линкоров и стала началом эры авианосцев. В послевоенные годы авианесущие корабли появились и в составе Советского военно-морского флота. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok